Совсем недавно в Хангаласском районе прошел осенний эсэх, и давайте посмотрим, как прошел праздник солнцестояния. Еще до самого мероприятия информация, распространившаяся в популярном мессенджере и в республиканских СМИ, о проведении осеннего эсэха вызвала неоднозначную реакцию у населения. Кто-то был против подобного мероприятия, приводя различные аргументы, начиная с того, что такой традиции у древних якутов не существовало, и заканчивая тем, что нечего веселиться, работать надо. Кто-то, наоборот, воодушевился и поспешил принять участие в этом необычном мероприятии. Что бы ни говорили, а народу в день проведения было предостаточно, благо погода к этому располагала. Мой вдохновитель этого праздника – это Эгэджу. Как вы знаете, по шкале Угарова, да? Угаров Гаврил Спиридонович. Он сказал мне, якутский народ должен развиваться, соблюдая прежние наши события и мероприятия, и придерживаясь сиротома по-якутски. У нас очень неплохие, хорошие показатели по сельскохозяйственной отрасли, по растеневодству, особенности, да, получается. И немаловажно то, что вот не только надо его убирать, выращивать, да, а именно реализовывать. Я думаю, что вот это мероприятие будет началом для того, чтобы вот то, что мы здесь на своей земле вырастили и убрали, получается, мы смогли достойно продать, и чтобы каждый житель нашего улуса мог получить и радоваться, можно сказать, плодами нашей земли. Осенний вариант традиционного якутского праздника Исех почти ничем не отличался от его летней версии. Народные гуляния, алгыс, асоха и люди в национальных костюмах, выставка продажи товаров местного производства, катание на лошадях. Единственное отличие было в том, что воздух был пропитан прохладным дыханием осени, а не летним зноем. Чтобы осенний Исех был такой впервые, посмотреть, ну как, интересно, в осенье. Много, хорошо покупают. Приехали с Исех продукции. Будем ждать, ходить каждую осень. Организаторы надеются, что осенний Исех полюбится жителям не только Хангаласского улуса, но и всей республики. И никакие предрассудки не помешают успешному проведению мероприятия из года в год. Леолета Засимова, Федор Тарасов, НВК Саха, Хангалаский улус.